вторая лекция звездные души я расскажу о сириусе ближайший к нам крупной звезде много душ на земле сирианцев возможно что чуть ли не 40 процентов от всех звездных душ они проходили через сириус и можно сказать что сириус солнцем это парные в настоящий момент звезды потому что находится всего лишь 9 световых лет близкое расстояние и по размерам они сопоставимы до сириус больше и на данный момент больше а раньше было намного больше это бинарная звездная система состоящая из двух компонентов сириуса и сириус b сириус b плотный белый карлик очень мощного интенсивного свечения который уже прошел свои этапы эволюционные ранее предположительно исходя из его сегодняшнего размера и веса предположительно он был у нас в то время гигантом в то время в какое по звездным регрессии наших сирианских братьев сестер душ мы предполагаем что это было 330 примерно миллионов человеческих лет планетарных земных лет назад сириус изначально родился как бинарная система из двух компонентов и тот который сейчас сириус а он так и остается примерно подобного же размера а сириус b был намного больше крупнее мощная звезда в несколько весов солнца и намного ярче и из-за своего размера и веса у него эволюция более быстро идет но это такова система как бы и теория рассказывать что чем крупнее звезда тем сильнее давление там сильнее ядерные процессы более интенсивное производство всех элементов и душ в том числе и вот мы считаем что примерно 330 миллионов лет назад зачалась эта система сириуса двузвездная а напомню что в двухзвездных системах две звезды вращаются вокруг общего такого предполагаемого центра их масс не одна вокруг другой непосредственно а как бы обе вокруг центра и они могут в какие-то моменты близко к друг другу находиться какие-то моменты далеко но принцип такой что у них очень сложно образуются про планеты и если даже образуются планеты именно из-за интенсивности различного излучения высокочастотного там гамма рентген и так далее из-за этого получается что жизнь биологическая на планетах не может созреть не времени для этого нет ни условий слишком жесткое излучение слишком мощные бомбардировки различными вот этими фотонными полями и поэтому мы предполагаем что на таких звездных системах в основном существует ангельские цивилизации то есть ангелы по христианской модели а девы по буддийской или ведической системе так назовем их езаты по азароастрийской системе то есть блестящие раса блестящие это раз блестящие она стала существовать через короткий относительно период рождения этой бинарной системы как мы понимаем фертильность то есть плодоносящие свойства звезд они не всегда одинаковы и из того что мы знаем крупные звезды через короткие относительно период своей жизни уже начинают плодоносить душами и вот где-то миллионов через 10-15 лет после зачатия этой бинарной системы sirius b которая крупная главная звезда в этой системе она родила по стандартной модели с участием вселенских архетипов качеств с участием звездных душ аватаров как бы батхисад в будд она родила большую расу блестящих или по-нашему ангелов и затем эта раса блестящих частично колонизировала единственную планету мы предполагаем что одна основная планета была у на тот момент у sirius b эта планета находилась примерное расстояние как от солнца до юпитера то есть большая дистанция но из-за того что сама гигантская была звезда во много-много раз там представьте там 500 раз ярче солнца интенсивнее излучение или по весу в несколько раз тяжелее из-за этого планета сама по себе была крупная но очень горячая хотя расстояние повторюсь предположительно было огромным от звезды все равно она была очень горячей и на не могла существовать атмосфера однако гравитационное силовое поле и тонкие торсионные поля естественно существовали и поэтому поэтому раз блестящих вполне успешно колонизировала с sirius а эту планету мы назовем эту планету sirius для удобства и понимания планета будем называть от звезды от имени звезды понятно что это современное название астрологическая наша древнегреческая вот и древнеегипетская и мы опираемся на какой-то из языков естественно для удобства рассказа для удобства понимания всей системы мы опираемся на те модели которые мы уже хорошо знаем понимаем таким образом раса блестящие то есть ангелы стала существовать как в недрах sirius а так и на поверхности sirius 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 крупная планета предположительно она в три в четыре раза больше чем солнце очень горячая температура а через очевидно температура на поверхности была где-то 400 там 500 градусов по цельсию и и никакая биология существовать не могла сама раса блестящих не на прямо на планете существовала а в астральной зоне то есть это высота где-то 50 километров 100 километров над поверхностью где возможно на силовые поля выставить каркас своих сооружений сооружения или города дома дворцы богов это довольно типичные для звезд и планет состояние живых душ живущих душ они приспосабливают место обитания и такие строения они как бы из астрально-ментальной энергии не физически опираются на силовые поля материального мира плотных пяти стихий то есть опора существует на планету но высота подвешивания так же как и у нас рай висит на высоте 100 километров так же и на сирионе на высоте там 50-100 километров существовали эти города сама раса блестящих сирианцев она была по цвету белая и размер этих ангелов крупный естественно где-то средний размер 300 метровый ну и для сравнения я напомню что веганская еще более мощная мощные души они чуть ли не километрового размера если мы говорим о звездных душах вот сирианские души примерно 300 метров но в человеческом размере это считается огромным а для ангелов для блестящих это обычные нормальные звездные размеры и вот мы по регрессиям видим что основные два класса или два вида этих звездных душ во первых у них было четыре или шесть крылышек сзади для направления полета они выглядели как вытянутые овалы лицо управления в момент полета находилась спереди и крылышки для управления и для придания силы импульса и установочных координат как по gps навигатору настройка для полета между территориями не летали они не на каких-то кораблях а самостоятельно как души как ангелы перемещались между планетами да перевозка между звездами планетами возможно она нуждается в специальных кораблях мы их называем мамы-перевозчики но это живые существа опять же не технологические машины а живые существа большие ангелы как бы мамы-прародители крупные ангелы которые помогают перевозить с одной звезды другую души звездные и так возвращаемся к сериону две основные группы ангелов существовало мы их определяем более женственные которые занимались творческими специальностями как медицина художество изящные музыка творческие какие-то изобретения и вторая это более мужская раса более мужской вид ангелов которые способны были именно энергетическая защита очищение технологии опять же строительство получается как бы мамы и папы там жили но причем города поселения у них были отдельные то есть отдельно существовали ангельские города с куполообразными домами и дворцами это соответственно была матриархальная школа сирианцев а отдельно существовали конусообразные как вот вигвамы у нас вот у индейцев типи например такие остроконечные острые и внизу расширяющиеся такие конусообразные жилища это была мужская территория мужские города и там и там естественно присутствовали ангелы и женские в мужских женские зоны а в женских мужские но управление было и соответственно технологическая приспособленность этой расы была именно предназначена для мужских соответственно конусообразных и куполообразных была для женских творческих специальностей а мужские это более воинственные более такие мощные созидательные опять же они строители опять же они изобретатели технологий и материальных объектов и процессов чем они питались спрашивается ну основная пища самадхи как в буддизме это рассказывается и в ведах пища самадхи это ангельская энергетическая пища которая по гравитационной сквозной волне отсветила падает в виде энергии ну вот как представьте светочувствительные у нас растения листья поворачивают солнышко и питаются с солнышком примерно таким же образом солнечная звездная энергия служила основной пищей но были еще и дополнительные эссенции эссенции украшающие улучшающие как бы специи так называемые они уже из эссенции материальных пород материальных элементов сириона той самой планеты на которой добывались эти эссенции и они улучшали и делали жизнь более красивой для этих ангелов жизнь была по возрасту по времени очень долгая естественно поскольку эти ангелы не имели материального физического тела можно представить как это и в буддизме говорится можно представить что примерно несколько тысяч лет или может быть сто тысяч лет это одно воплощение ангельское и таких воплощений друг за дружкой эти ангелы проходили по нескольку затем мы видим по опять же регрессим что большая группа созревших уже побывавших на планете душ которые сириуса сирианцы она в мамах перевозчиках крупные души самостоятельно она перелетела на землю и с тех пор мы теряем информационное поле о том что происходит на сириусе но на сириусе б мы понимаем что примерно сто двадцать миллионов лет назад это крупная большая звезда сириус б нынешний достигла по своей точке кульминации своего созревания и развития и она взорвалась оставив после себя вот этот гравитационный такой кулак очень концентрированный плотный яркий и горячий белый карлик нынешний сириус б таким образом по регрессам душ наших здесь присутствующих среди нас на земле сирианцев и мы их очень часто видим они одна одна из наиболее типичных у нас здесь душ присутствующих на земле мы входим в память их звезд сирион это крупная планета предположительно она в три в четыре раза больше чем наша земля так вот мы входим в память их во время регрессии звездных и видим что примерно 305 310 миллионов лет назад через звездных мам большая группа сирианских звездных душ прилетела сюда на солнце и планету земля причем через солнце с уменьшением они приземлились на землю и на землю они попали не в нынешнюю шамбалу кайлас потому что тогда еще не существовало ни тибета ни индии как материков Евразия была другая а мы видим по регрессии что звездные мамы с душами спускались на полярную шамбалу в зону полярной шамбалы и там выгружали адаптировали эти сирианские души для вживления здесь на планете земля для работы на планете земля как новая колонизация так скажем звездная ну более интересные как бы вещи чтобы вам понимать я рекомендую послушать аудио или почитать Елену Петровну Блаватскую тайную доктрину и более глубоко будет понятно как работают звезды как работают планеты как космогенезис происходит как крупные звездные души работают и производят более мелкие души управляют процессами как бы создают эгрегоры создают программы создают живые системы и так на данный момент мы воплощенные здесь все примерно одинаковые матрицы люди но среди нас есть серианские звездные души которые пришли сириуса их большое количество и у них основной белый цвет у их плазмы у их качеств соответственно эти души очень чистые любят творчество любят чистые специальности служения работают и врачами и учителями и им нравится помогать создавать играть и это честные души и они конечно страдают здесь от несовершенств нашей реальности они идеалисты и они добрые очень и честные и конечно наша реальность не является такой однозначной и такой чистой как сирион поэтому души часто разочаровываются и сирианцы ну бывает такое впадают в зависимости от допингов различных это у них слабость ну почему именно потому что они хотят идеально чтобы все было красиво чисто и хорошо а так к сожалению на земле не получается но в любом случае мы любим эти души они очень добрые сильные чистые они дают нашей цивилизации человеческой очень хороший импульс на развитие науки искусства технологии знания и благодарим конечно сириус и сирианские души и сирианских архангелов типа Михаила мы благодарим вас за то что вы на нашей планете творчеством расширяете развиваете ее увеличиваете красоту и ее цветущие способности и созидательные способности нашей планеты спасибо вам сирианские души